МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Связь поколений. В Новомичуринске по проекту поддержки местных инициатив облагородили Парк Победы. Тотальная зачистка региональной власти систематизирует отлов бродячих животных. Счастливый билет от ребят с Лиговки. В Рязанском цирке для детей провели открытую репетицию. Известный рязанский скульптор Олег Седов. В Новомичуринске частый гость. Памятник солдату возле Дома культуры его рук дело. Но на этот раз скульптор создал монумент не совсем обычный. Связь поколений. И появилась эта скульптура благодаря программе поддержки местных инициатив. Новомичуринск – город молодой. Всего 50 лет назад он вырос вокруг Гресс. И в отличие от старинных местечек, вроде Касимова и Скопина, чья история насчитывает века, его историю пишут люди прямо сейчас. И пишут с любовью. В небольшом сквере, который посвятили Великой Победе, при непосредственной поддержке региональных властей разбили аллею ветеранов. Установили лавочки, освещение и урны. А в этом году композиционным центром стал памятник «Связь поколений». В рамках программы поддержки местных инициатив в сентябре 2022 года в сквере города Новомичуринска была установлена скульптура «Сквязь поколений». Автором данной скульптуры является рязанский скульптор Олег Седов. Скульптура представляет собой композицию, состоящую из фигуры ветерана войны, сидящего на лавочке с газетой «Правда» и девочки, сидящей рядом с ним, обращенной к нему с букетом васильков. Скульптура символизирует взаимосвязь времен и преемственность поколений. Стоимость скульптуры составила примерно миллион восемьсот рублей. Из них миллион триста субсидий из областного бюджета, сто сорок тысяч – это средства местного бюджета, и триста тысяч – это инициативные платежи жителей города Новомичуринска. Скульптура невольно заставляет остановиться и задуматься каждого о своем. Но важность таких мест памяти понимает здесь каждый. Как никогда сегодня должна звучать эта тема – связь поколений. Мы любим наше поколение, мы их растили. Но некоторые обстоятельства были так, что для них патриотизм – это размытое. Для них это, может быть, даже и ничего не значит. Хотя патриотизм – это малая родина, это их школа, их город, их работа, их родителей. Парк Победы – место тихое, но популярное. Здесь прогуливаются с детьми, сюда приходят отдохнуть и пообщаться пенсионеры. Каждый день через него проходят школьники. И такие метаморфозы в привычном месте по душе каждому жителю Новомичуринска. Часто гуляем. У меня родственники здесь очень часто гуляют с моей крестницей. Всем парк очень нравится. Очень здорово, что в городе создаются вот такие общественные пространства, такие как вот этот памятник, который символизирует связь поколений. В городе вообще очень много благоустраивается таких территорий. Хотелось бы администрацию за это поблагодарить. Жители попросить, чтобы такую красоту берегли. Инициативные жители захотели благоустроить этот сквер. Администрация поддержала, выиграли конкурс. И вот теперь у нас такой замечательный парк. Местные инициативы продвигаются в Новомичуринске активно. Люди собирают первоначальный взнос, ведь эта программа – хорошая возможность создавать новое общественное пространство в городе. Я являюсь жителем города Новомичуринска, который в последнее время благоустраивается. Я очень рада этим изменениям в городе. Хотела бы большую благодарность выразить представителю Рязанской области. Это именно губернатору Рязанской области, правительству Рязанской области, которые дают возможность реализовать на территории города такие проекты, как проект местных инициатив, который помогает нам благоустраивать наш город. Также министерству территории Рязанской области, который проводит данный конкурс, и ради которого у нас получилось выиграть в этом конкурсе. И администрацию города Новомичуринск, которая реализовала этот проект, и с помощью них мы смогли поставить этот памятник. По программе поддержки местных инициатив. В Новомичуринске установили и памятник солдату в центре. Построили детскую площадку и площадку для воркаут. И останавливаться не собираются, потому что вот такие слаженные действия людей и органов власти очевидно приносят результат. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Больше отлавливать бродячих животных позволят поправки в закон о полномочиях муниципальной власти. Пока что эта тема до конца не отрегулирована, но региональные власти твердо намерены это исправить. В Рязанской области меняют подход к отлову бездомных животных. Первый шаг – поправки в закон о полномочиях властей на местах. Количество животных для отлова будет увеличено почти на 400 единиц. Конопроект предполагается на основании информации органов местного самоуправления в соответствии с утверденной методикой увеличить в 2023 году количество животных, подлежащих отлову, с 2212 до 2592 голов за счет изменения корректирующего коэффициента. С прошлого года органы местного самоуправления сами регулируют и отлов, и транспортировку, а также передачу в приют бродячих животных. В Рязани этим занимается городская служба по контролю за безнадзорными животными. Есть приют в Сасове. Пристройством таких животных занимаются и волонтеры в Рязани, и по всей области через соцсети. Но губернатор твердо намерен создать некую системность этой работы. В основном это касается бродячих собак. Не раз этот вопрос я слышал от жителей области, когда я ездил в муниципальные районы. Вопрос действительно стоит остро. Поручение подготовить предложение я давал. Некоторые предложения мне уже поступили, мы их обсудили, договорились, в какой части надо работать. В этом году объем субвенций из бюджета области на работу с животными беспризорниками примерно 23 миллиона рублей. На весь регион. При этом создание дополнительных приютов в эти деньги не входит. Впрочем, если говорить про системность работы, то это уже отдельный законопроект, который в управлении ветеринарии обещали представить губернатору в самое ближайшее время. И снова о мобильных мошенниках. На этот раз Рязанка потеряла почти полмиллиона рублей за несколько минут телефонного разговора. С подробностями Валерий Седов. В этот раз новой жертвой мошенников стала доверчивая 70-летняя жительница Московского района. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка. Схема, в общем-то, стандартная. Тут уже стоило бы повесить трубку. Однако разговор продолжился. Мошенник убедил Рязанку добраться до банкомата и перевести все деньги с личного счета на якобы резервный. И за одну минуту этот таинственный резервный счет пополнился на 420 тысяч рублей. Больше мошенник разговаривать не стал, положил трубку. Женщина обратилась в полицию. Сотрудники службы безопасности банков, а также руководительных органов никогда не потребуют от вас сообщения, вышеперечисленных сведений. А также никогда не предложат перевести денежные средства с вашего счета на так называемый безопасный счет, который, конечно же, не является безопасным, а является счетом мошенников. Не совершайте действий под диктовку по телефону, смысл которых вы не понимаете. Предупреждают многое и регулярно, однако хищения продолжают происходить. И не стоит думать, что на крючок мошенников попадаются только пенсионеры. Детский врач из Рязани перевел таким сотрудникам банка миллион семьсот. Учитель из Рыбного – миллион. Такое доверие в крови не только у рязанцев. В сентябре инкассатор из Бербанка отдал мошенникам 21 миллион рублей. Поверил, что звонят из Банка России. Поверила и дочь пресс-секретаря президента Российской Федерации Пескова. Ей позвонили месяцем ранее, в августе. Похищенную сумму не сообщают, говорят только, что деньги удалось вернуть. В целом, в первом квартале 2022 года ЦБ РФ зафиксировал рост числа мошеннических переводов. Чаще всего в схемах использовалась социальная инженерия, когда злоумышленники входят в доверие клиента банка и используют это для обмана. Уже во втором квартале число хищения средств кибермошенниками у россиян год к году снизилось почти на 11%. Сотрудники полиции напомнили, что если вам звонит сотрудник банка, то следует разговор прекратить. На всякий случай можно перезвонить, только уже в свой банк по официальному номеру. 21 ноября – день работников налоговых органов России. В преддверии праздника наша съемочная группа встретилась с ветераном службы с 30-летним стажем. С чего все начиналось, расскажем далее. Ирина Ганина в налоговых органах с 92-го. На службу она пришла буквально со студенческой скамьи, юной 24-летней девушкой, которой предстояло ежедневно выполнять большой объем работы в налоговой инспекции по Касимовскому району. Рабочий день у нас порой начинался с 5-6 утра, потому что проверки все проводились только на территории предприятия, колхозах, совхозах. А так как нужно было успеть добраться, а логистика была не очень-то хорошая, выстроенная в 90-е годы, нам приходилось ездить на таких вот на ранних маршрутах на общественном транспорте. Приезжали мы в отдаленные местности, где находились эти предприятия. Сторожи открывали нам здание, мы заходили, начинали работу еще до прихода бухгалтеров. Ирина Ганина признается, было трудно, но при всем при этом интересно. Тогда налоговый инспектор был, что называется, универсальным сотрудником. Он принимал отчетности, составлял свои, плюс проводил выездные проверки. На всю инспекцию было лишь два компьютера. Однако трудности, говорит, только закаляли. И спустя 7 лет Ирина Ганина стала руководителем налоговой инспекции по городу Касимову. За службу ее наградили знаками отличник Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и почетный работник ФНС России. Изменились оснащения инспекции. Сейчас инспекции превратились в настоящие аналитические центры. Налоговый инспектор, у налогового инспектора на рабочем месте есть возможность доступа к 170 информационным ресурсам. Кстати сказать, ни одной федеральной службы на сегодняшний день такой и нет с таким массивом информации. Все бизнес-процессы налогово администрированы, они полностью автоматизированы. Начиная с регистрации налогоплательщика, заканчивая введением уже карточки расчетов с бюджетом. В 2009 году в ФНС появился первый налоговый сервис – личный кабинет налогоплательщика. Там можно было увидеть начисленный имущественный налог и затолженность. Сейчас в личном кабинете уже больше 30 услуг. И к инновациям адаптируются как рядовые граждане, так и ветераны службы. Обо всех изменениях, оказываемых услугах и начале рабочего пути мы поговорили с Ириной Ганиной в программе «Городские встречи». Премьера уже в ближайшее время. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Артисты программы «Счастливый билет» недавно вернулись с первого международного фестиваля циркового искусства из Санкт-Петербурга, собравшего 150 участников из 19 стран мира. Клоунский дуэт, ребята с Лиговки, дрессировщик Иван де Форш и пара дрессировщиков Александра Елена и Давио Тогни привезли персональные награды. По возвращении звездный состав провел открытую репетицию для рязанских детей. Иван де Форш, выходя на манеж, обнимается с кенгуру. Чем неизменно вызывает восторг публике и взрослых, и детей. Зебры послушно меняют направление и бодро скачут кругом по велению маэстро. И это в диковинку даже для бывалых любителей цирка. А секрет дрессировщика, по его откровению, прост. У него с животными взаимная любовь. Они и его семья. Поэтому и взаимопонимание на высоте. Величественные слоны на манеже, несмотря на кажущуюся неповоротливость, выполняют ловкие трюки. И благородная лошадь, чеканящая шаг. Репетиция номеров для сегодняшних зрителей сопровождалась рассказами о закулисье. Инспектор манежа Елена Чамахидзе между выступлениями артистов приоткрывала тайны цирковой жизни. Как люди, как дети. Они тоже болеют. И за ними тоже нужен специальный уход. И в нашем цирке, хотела бы вам сказать, что есть еще такая профессия, как ветеринарный врач. И я вас сейчас с ней познакомлю. Маргарита Бондарчук. Я с детства очень сильно любила животных и поступила. Поэтому на ветеринарный врача наш агротехнологический университет. Работа мне очень нравится, очень интересная. Здесь очень много разных животных. Тигры, слоны. Животные в основном тут не болеют, но бывает такое. Эквилибрист Андрей Канахин тоже участник питерского фестиваля. На открытой репетиции он не просто сорвал овации. Кажется, его выступление впечатлило абсолютно всех. Сложнейший вид акробатики без страховки. На напоминающем часовую стрелку снаряде. Он побеждает время, гравитацию и страх. Когда-то я поступал в эстрадное цирковое на спецификацию клоуна. То есть коверного. И в один момент просто увидел воздушных акробатов, гимнастов. И, конечно же, в этот момент они меня очень сильно поразили. И захотелось не только веселить, смешить народ, но и хотелось вот именно вот такого, что-то чем-то заняться таким, что вот будет людей немножко собирать, скажем так, ну, именно о тех ощущениях, которые вы говорили, чтобы чуть-чуть ладошки хотя бы потели. При этом артист не только выполняет трюки на высоте, в условиях непрерывного движения, но и общается с публикой. Это, наверное, вот как раз дает о себе знать прошлое коверного. Потому что именно коверные ребята, которые должны просто чувствовать публику, я не знаю, спинным мозгом. И это пригодилось все-таки и в других номерах. Елена Владимировна представила детям разные цирковые профессии. Ветеринар, воздушная гимнастка, эквилибрист, дрессировщик и, конечно, коверный клоун. В программе «Счастливый билет» за клоунаду отвечает дуэт ребята с лиговки. Клоун – это не только смешной парень, но еще и умелец. В данном случае – жонглер. Учил все одно время в цирковом колледже. Было время одно. В двухтысячных. И там как бы педагог предложил пожонглировать баскетбольными мячиками. Это оригинально. Мало кто делает. В мире вообще, не только в России. В России практически вообще никто не жонглирует. Я жонглер, да, конечно. Ну, не только жонглер, кстати, коверный еще клоун. По образу, наверное, заметили. На открытой репетиции присутствовали более 300 детей из школы Рязани, Полянской школы-интерната, благотворительного фонда «Мы вместе», фонда «Навигатор будущего», а также ученики школы юных экскурсоводов. По окончании репетиции Елена Владимировна ответила на все вопросы, которых у зрителя оказалось немало. Получился очень душевный, откровенный разговор. Пожалуй, такая открытая репетиция запомнится, ребята, ничуть не меньше полноценного представления. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у нас все, еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова